МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здоровья, Паутя! Я бы хотел первое слово сказать таким образом, что группа КВВ Ли Пайс Макалур пригласила вас совместно с моими коллегами на эту пресс-конференцию. Я думаю, это будет исторически первым моментом, который начинается историей украинской компании КВВ группы здесь на латышской земле. Спасибо. Спасибо. КВВ Ли Пайс Макалур. КВВ Ли Пайс Макалур. КВВ Ли Пайс Макалур. КВВ time. КВВИですね. Игорь Каваленко 29. декабря инвесторский клуб пара дипащеннеку. Земес грамоте ИПШМ ТЕСИБА ТИК РЕГСТРАЕТС. Ар 107 миллионами евро, т.е. в 2014 году, узнаймума, пиркшенас, паторошенас, нозарай. Мне приятно, что, несмотря на ситуацию с металлургией, вы знаете, что с ситуацией с геополитической ситуацией, как в последние годы, что в Европе, мы решили это убедить. И прежде всего, что инвесторские, украинские, так как Латвийские патриоти, поэтому я обречу вас и продолжу в 2015 году эту позитивную цель. Галла галла руна будет по 0,5% от нашей продукции. Это как финанси министрии и другие стартовые аналитики в Европе, это как Латвийские экономики. Это большая позитивная цель, которая отрабатывается. Спасибо. Игору Таваленко. Как мы знаем, здесь есть два сирта. Одна сирта, иллюз. Вторая позиция, это велмейшанная цель. Вторая цель, это модернизированная электроклассейская цель. Я хочу сказать, что у нас есть большая цель, что большая цель, а не нужно, чтобы это было большая цель, поэтому я хочу подбить эту цель, который я подбирал, которая позволяет этой экономической цель, электроклассейскую цель, и прожидать эту цель. Запустите электростарный половинный цех и продолжайте работу. Туровский, ключи забирайте. Спасибо большое. Я очень рад, что мы наконец-то стали собственниками такого хорошего актива, как Лейпайс Металлург. Я думаю, что в ближайшее время однозначно я опять-таки хочу комментировать весь предыдущий оратор о том, что мы обязательно встретимся, когда эта печь будет в рабочем состоянии и производить прибалтийскую сталь, которая, я думаю, так необходима и для регионов прибалтики, и вообще в целом для интеграции в Евросоюзе. Я думаю, что эти символические ключи, но не так часто будете вы видеть, что они передаются из рук в руки, уже они попали в мои, так скажем, руки, которые я постараюсь обеспечить для того, чтобы было хорошее производство, и было рабочие места, и было все остальное. Поэтому, ну, теперь могу только сказать, до новых встреч, когда печка заработает, а заработает она в ближайшее время. Господин Туровский, я думаю, что мы эти ключи должны с тобой совместно наладить правый взор. Никому не отдавай, потому что дубликаты невозможно подделать. Я хочу сделать такое короткое заявление, которое я уже делал многократно. Да, сделка была действительно серьезной, большой, тяжелой. Она длилась несколько месяцев. Все эти, весь этот период времени я находился уже непосредственно в Лиепае, непосредственно на предприятии. И каждое из моих заявлений, которое было в октябре, ноябре, декабре, они вообще-то основывались на том, что мы купили большое интересное предприятие для нас, для группы КОВЭ. И, естественно, собираемся это предприятие эксплуатировать по полной программе. Рынки сбыта как были, так они и есть. Естественно, то, что предприятие год и семь месяцев было простое, вынуждено простое, что-то наложило и накладывает определенный отпечаток на бытовую программу. Но я думаю, что оптимистично на этот вопрос смотрю. Оценка металлолома, сбора металлолома, который на сегодняшний день существует, по крайней мере, по статистике, которую мне предоставили, это 1,2 миллиона тонн по году. Это самодостаточное для того, чтобы найти взаимоотношения и работать на непривозном сурье, а на приболкинском сурье. — Будете ли вы использовать 50-й цичал в порту? — В обязательном порядке. Зачем я его купил? — Понимаю. — И скажите, пожалуйста, насколько вот сейчас на ситуацию на нашей металлурге может повлиять экономическая ситуация в металлургии Украины? — Ситуация, если вы имеете в виду глобальная на рынке, она всегда меняется. Это как ветер на Балтике. Бывает тепло, бывает холодно, бывает хорошее, бывает плохая погода. В этом я уже в летнем убедился. Поэтому все зависит от того, какой рынок, высокий, низкий, какой тренд падающий или восходящий. И под него подстраиваться просто это уже умение всех уровней менеджеров соизмерить ценообразование металлолома, скажем, сырья, шерты с продажным. То есть просто искусство. Нужно решать вопрос кадров. Не должны здесь работать астарбайтеры с других стран, даже несмотря на то, что с Украины. Должны работать местные, я имею в виду с Прибалтики, ну ближе даже с Эстонией, с Литвы, чем с Украины. И потенциал такой есть. 130 лет истории завода. Должны в обязательном порядке сыграть решающую роль. И в том числе и в воспитании нового поколения, и в воспитании деток, которые и в школе, и в техникумах, я не знаю, как у вас правильно называется, в институтах. И возможно, даже я уже у себя в планах веду такие переговоры с Рижским Политехническим Институтом о создании какой-то, пусть даже мини-кафедры по воспитанию кадров. А будет ли продолжаться трехсторонний договор между Рижским Техническим Университетом и МИСИСом? Да, это очень интересная схема. Мне о ней рассказывали. И я не могу вам определенно сказать, что я буду продолжать. Я хочу это начать. Если такая традиция была, и она устроит по всем канонам, то, что мы можем воспитать новую кадру, то, конечно, это значительное решение, и мы уже акционерам. Валерий, а также активно додуши, прудентиста лиддалива, манцетнические процессы, это неослаягусы? Да, это так. Да, это 9. датума, когда были норегистрированы в Ипшем Тесыбе с Инвестором, лампи ввели отцвежи, это те, как детали, у Нианаса ввели в январе, но мы работали, но мы работали с инвестором, У нас будет отраться, а у нас будет отраться.